Доходы чебоксарского бюджета 2017 года увеличиваются в общей сумме больше чем на миллиард 750 миллионов рублей. Такое решение приняли депутаты городского собрания. Расходы же решено довести до 2 миллиардов рублей. Город сознательно идет на увеличение дефицита бюджета. Самую большую сумму 64 миллиона направят в сферу образования. В основном эти деньги пойдут на ремонт школ и стадионов, а также перепрофилирование кабинетов. По отрасли национальная экономика предполагается увеличить расходы на 25 миллионов рублей. Большая часть суммы будет направлена на погашение долгов чебоксарского троллейбусного управления. Полтора миллиона городу нужно заплатить за зимнее содержание дорог в частном секторе. 500 тысяч власти собираются потратить на покупку автомобильных весов для пунктов контроля. И еще миллион на создание пилотной сети городской Wi-Fi. Чистим, моем, переодеваем, перебуваем и упускаем в город. То есть будем так сказать, мы являемся санитарами города. Так о себе говорят работники Республиканского центра социальной реабилитации для лиц без определенного места жительства. Ежегодно центр принимает около 300 человек. Тех, кто пришел добровольно, в трезвом виде, кто хочет начать новую жизнь. Приходят заблудшие. Потом смотришь, он устроился на работу, скопил денег, снял жилье, где-то нашел пару, начал жить. То есть мы должны, наша задача социально адаптировать людей на жизнь в обществе. По данным центра, сейчас в республике около 2000 человек, у которых нет ни документов, ни жилья, ни работы. Люди оказываются на улице в основном из-за махинаций с жильем. Именно эту причину они чаще всего указывают в анкетах. В центре бомжей приводят в порядок, дезинфицируют их вещи. Первый месяц бесплатно предоставляют жилье, помогают найти работу. Первым делом, когда человек приходит, проверяем, есть в шее или нет. Если есть, обрабатываем. Медифокс у нас есть, дискамера. Потом управляем на флюорографию. Если туберкулез есть, тоже не принимаем. Тут диспансер их лечит. Также в центре бесплатно оказывают и срочные социальные услуги. Пускают переночевать, помыться, продезинфицировать одежду. Народные избранники Чебоксар решили провести здесь выездное заседание депутатской комиссии. Заглянули в каждую комнату, а потом обсудили проблемы центра. Невысокая зарплата персонала, текучка кадров, неудобное месторасположение здания на хозяйственном проезде. Не в шаговой доступности, а в промзоне. Кроме того, редкий работодатель рад принять на работу бомжа. Может быть, попробовать сделать адресную работу с центром занятости. Это раз. Во-вторых, у нас есть много государственных и муниципальных предприятий и учреждений. Там мы тоже можем посмотреть и какие-то места предусмотреть для работы. Конечно же, мы обратимся к бизнес-сообществу для того, чтобы как-то этому центру оказали спонскую или какую-то другую посильную помощь в рамках любой суммы на те же фотографии, на то же получение паспорта. В свою очередь, работники центра говорят, что здесь всегда будут рады принять в дар одежду, особенно теплую – обувь, постельное белье. Чаще всего помощь оказывает Красный Крест, но и жители города не остаются в стороне. Мы делаем объявления, они приносят вещи, привозят, кто-то звонит, что может предоставить вещи, мы выезжаем сами, собираем. То есть, ну, все-таки сталкиваемся с нехваткой вещей, нехваткой посуды, каких-то постельных принадлежностей. Все, кто хочет помочь центру, могут обратиться по телефону 63 13 33 или приехать по адресу хозяйственный проезд 7. Глава Чебоксар Ирина Клементьева встретилась со студентами Чувашской сельхозакадемии. Повышение стипендий, проблема очередей в школах, состояние дорог – вот те вопросы, которые сегодня волнуют молодежь. Интересовались студенты и нестандартными вещами. Например, пользуются ли власти современными гаджетами, в частности, беспилотниками. Те беспилотники, которые у нас приобретаются, они будут любые задачи решать, которые будут необходимы и для ЖКХ, и для леса, для безопасности. Мы будем использовать их максимально, для того и приобретаем, чтобы вопросов не было. Мы живем в современном виде, у нас должно быть современное оборудование. Семейных студентов интересовали социальные темы. Например, будут ли строиться школы в новых микрорайонах Чебоксар. Глава города сообщила, что молодым семьям по этому поводу беспокоиться не стоит. В ближайшее время новое учебное заведение откроется на улице Гладково. Также планируется строительство школы в микрорайоне Волжский-3. В конце встречи Ирина Клементьева пожелала студентам хорошей учебы и призвала всех выйти на субботники. Весь город как на ладони. На одном экране карты, на другом в режиме онлайн можно отслеживать все автомобильные потоки. В Чебоксарах 123 светофора. Система, установленная в Центре управления дорожным движением, позволяет контролировать состояние сигнальных устройств и даже дистанционно вмешиваться в их работу. Для того, чтобы в городе было меньше пробок, на дорогах также были установлены специальные детекторы транспорта. Детекторы транспорта, про которые я говорил, учитывают количество транспорта в конкретный промежуток времени на участках уличной дорожной сети. Исходя из загрузки, как я уже сказал, мы можем в автоматическом режиме дорожное движение регулироваться. Налажена совместная работа с единой дежурно-диспетчерской службой. В случае аварии, серьезных заторов и чрезвычайных ситуаций, информация из Центра управления дорожным движением сразу же поступает в ЕДДС. Кстати, сейчас здесь также задумываются о закупке видеодетекторов. В настоящий момент наши детекторы позволяют только считать количество транспорта. Есть потребность, скажем так, еще и классифицировать проезжающий транспорт на легковые, грузовые, автобусы, по таким вот критериям. Поэтому видеорегистраторы позволяют это осуществлять. Депутаты также ознакомились со строительством надземного перехода на Морпосадском шоссе. Работы здесь ведутся уже больше полугода. Задержка, по словам строителей, произошла из-за некачественного проекта. Проект разрабатывал самарская фирма «Инженер». Почему-то качество очень плохое было. В частности, не было в проекте разработано конструкции перекрытия мостового перехода, не было разработано конструкции каркаса. Корректировка проекта мы сделали за свой счет. На данный момент переход уже возведен, все коммуникации подведены, остались только внутренние отделочные работы. Рабочие заверили, если позволит погода, они завершат строительство в течение месяца. В столице Чувашии стартовал конкурс «Чебоксарская семья». Он проходит при поддержке главы города Ирины Клементьевой. Участникам первого этапа нужно было показать все свои умения и таланты. В номинации «Милосердная семья» победителями стали Надеждины. Роман и Наталья усыновили ребенка с синдромом Дауна. Теперь солнечный мальчик Дима – полноправный член семьи. А вот Яблоковы своим выступлением доказали, что они – самая спортивная семья. Старшие сыновья занимаются дзюдо. Единственная дочка Злата тоже не отстает от старших братьев. Пять месяцев назад она начала ходить в сексу гимнастике. Результаты маленькой спортсменки уже впечатляют. Яблоковы воспитывают пятерых детей. Интересно, что большую семью супруги загадали иметь почти сразу после знакомства. В семье Львовых растут девять детей. Среди них есть и приемные. Поэтому победа в номинации «Многодетная семья» досталась им по праву. Самое главное – это уют, самое главное – это наша атмосфера, наша любовь, наше тепло. Чтобы у нас была именно семья. Все хорошо. Каждому есть место, мы живем хорошо. Каждый живет по-своему. Кому-то кто-то большой, кто-то маленький. Кто-то за кем-то ухаживает, а кто-то кому-то помогает. Такие состязания только сплачивают нас, признались Львовы. Они неоднократно участвовали в разных фестивалях. Два года назад семья представляла Чувашию на всероссийском конкурсе. Кстати, по итогам первого этапа фестиваля «Чебоксарская семья-2017» победителями стали снова Львовы. Но и другие участники пока не сходят с дистанции. Они продолжат борьбу за звание семьи года. Но уже на следующих этапах городского конкурса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова